Доброе утро, дорогие друзья! В Югре продолжается призывная кампания 2020 года. Подробнее об этом мы поговорим с военным комиссаром города Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийского района Андреем Зибаревым. Андрей Викторович, доброе утро! Доброе утро! В какие сроки будет проходить призывная кампания в этом году? В соответствии с указом президента, призыв будет проводиться уже с 1 октября. И закончится на 31 декабря текущего года. То есть это обычные сроки? Да, обычные. Как-то повлияло на этот процесс? Несомненно. Есть какие-то условия дополнительные появились? Да. У нас что? Видены, как и везде, ряд ограничений, защитных мер. Как сейчас, на этой фотографии призывник стоит в полутора метрах от комиссии. Но это не наша фотография. Я понимаю. Нет, ну, во-первых, мы проводим дистанционное изучение призывников. Затем у нас... Масочный режим? Да, у нас оборудован барьерный пункт. То есть по прибытию призывника замеряется температура тела, визуально изучается он, выясняется, есть ли жалобы на состояние здоровья, есть ли у него все хорошо. Значит, мы ему маску, обрабатываем руки и уже пропускаем непосредственно призывной пункт. Значит, также... Но повестки доставляются обычным образом. Да, и, скажем так, наручным, и... Лично. Лично. Затем мы, чтобы соблюсти дистанцию социальную, проводим мета-свидетельствование и присутствие призывников на комиссии призывной в три потока. То есть один поток, это 15 человек по прошлому пункту, чтобы... Но ограничить количество людей, которые встречаются в одном месте. Также у нас имеется рециркулятор воздуха на призывном пункте, то есть чтобы обеззаразить. И, соответственно, комиссия призывная тоже рассаживается согласно требований. То есть социальная дистанция соблюдается. Скажите, а граждане каких годов рождения подлежат в этом году призыву? Ну, как, в принципе, и ранее было, граждане, достигшие возраста 18 лет и до 27 лет, которые состоят на воинском учёте или обязаны состоять. А какие категории имеют право на отсрочку? Здесь бы я условно разделил их на четыре группы. Так, хорошо. Сейчас родители прислушаются и дети. Да, да, да. Те граждане, которые, значит, установлены порядком, признаны временно негодными по состоянию здоровья, ну, это обычно у нас как это распространено, это нехватка веса по отношению к росту. Ну, а потом эти ограничения могут сниматься, правильно? Ну, да. Подкачался. Подкачался. Поел. Да. Затем по семейному положению, ну, там, уход за... Рождение ребёнка? Ну, вот тут видите, как у нас... Или по уходу за родителями. За родителями, значит, рождение, если ребёнок инвалид до трёх лет, либо, значит, двое детей. Ну, дальше не буду перечислять. Затем по деятельности профессиональной. Это кто поступил на службу в органы МВД, закончив их учреждение образовательное, имеющее воинское звание. Кто в Нацгвардию поступил, ну, вот ряд моментов. Затем и для продолжения образования. То есть это по-прежнему студенты высших учебных заведений и среднеспециальных имеют право на отсрочку? Да, 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 да. Если они продолжают обучение? Именно на дневном. На дневном. Очное обучение. Очное, да. Так, хорошо. А какой в этом году вообще есть какой-то, как это говорят... Разнарядка. Разнарядка по призыву? Ну, для нас, для города Хантаматийского района, значит, норма призыва старает более ста человек. То есть нам надлежит призвать, направить для компенсирования войск более ста человек. В Пытьяхе как долго ребята находятся? По правилам, не более трех. Это наш общий окружной призывной пункт. Да, 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 туда. Сортировочное, как говорят на заводе. Прибывают из всего округа призывники. Ну, вот скажите, вот вы принесли с собой... Вот чем обеспечиваются вообще ребята, вот уже на призывном пункте в Пытьяхе? Продовольственное и вещевое обеспечение. То есть форма и питание. Сейчас родители, давайте успокоим, как питаться будут ребята. А они в дорогу с собой берут? Да, это значит, на срок, если в движении находится... Они же в движении находятся на поезде. Да, да, да. Это до трех суток. До трех суток. В остальных случаях, если большие эшелоны, там уже предусмотрено горячее питание. Так. Это вот у нас индивидуальный рацион питания. Так, ну, какие можно продемонстрировать? Показывайте. Ну, давайте, консервы, да, тут паштеты, печенье, что еще? Шоколад. Армейский гематоген или шоколад? Что там написано? Шоколад? Шоколад. Армейский шоколад? Да. Видно? Да, да. Однако. Давайте покажем. Ну, чтобы разогреть, скажем, пищу есть. Это горючее, да? Да, да, да. Если из поезда садили в поле, разогреться, да, ножи, венки, в принципе, и... Это суточный набор? Да, да, на сутки расчет. То есть там можно и горячее из этого сделать, потому что нужно где-то в микроволновке разогреть. То есть основное питание-то? Да, просто добавь воды. Просто добавь. Ну, здесь вот есть и напиток соответствующий, концентрат, его разбавляешь. Любая. Концентраты, напитки, ягоды. Животина резинка имеется. Да! Да. Ну, в принципе, все. Слушайте, а что, почему... Молодец, вы почему в армию-то время от времени не хотите идти? Вы посмотрите, какая прелесть, а? Это же каждый божий день. А когда вы доедете до места службы, то вы будете получать... А в армии сейчас какое? Трехразовое питание? Конечно. То есть завтрак, обед, ужин. С полдника и сонника нет, как в пионер-логе. Нет, нет. И напомните, пожалуйста, служат ребята год сейчас. Да, 12 месяцев. 12 месяцев. Не более. Нет. То есть могут задержать какое-то время там? Нет, нет. Такого нет. Так, ну что ж, а, кстати, а стрижка бесплатная в армии? Конечно. Да? Слушайте, ну фантастика ведь. Фантастика. Испецназ, соответственно. Испецназ, соответственно. Где формируются команды? В Ходилансийске или в Петербурге? В военкомате города или района. Так. Все, затем мы их поставляем на сборный пункт, там с ними проводят еще медицинское контрольное освидетельствование. Дополнительное. Да, смотрят, как качество не нарушено линь. Дальше доехали, все в норме ли? Нет. Не перекресло там в автобусе. И там команды, в общем, формируются и уже непосредственно к месту службы направляются. Андрей Викторович. Спасибо вам большое за подробный рассказ. Спасибо вам большое. Мы вам желаем здоровья, чтобы все призывники были здоровы. Ну и, разумеется, ребята, те, кто отправляются в армию отдать долг родине, мы желаем, чтобы вы обязательно здоровыми, сильными и отрепшими вернулись к своим родителям. Большое спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Будьте здоровы.